Библейский портал экзегет.ру представляет Проект «Экзегет» мы читаем первое послание Коринфянам, сегодня восьмая глава. В седьмой главе говорилось об отношениях в браке между мужем и женой, христианское понятие о браке, и в восьмом Павел переходит к несколько иной теме, но, впрочем, достаточно тесно связанной с ней. Это, как ни странно, тема пищи. В чем же связь? Ну, во-первых, потому что и семейная жизнь, отношения между мужчиной и женщиной, и пища – это что-то такое, что касается повседневной жизни, что-то такое, что каждому человеку так или иначе интересно, да? Ну, а кроме того, оба вопроса из серии «А как жить?» Да, вот Павел в послании к Коринфянам, и в первом, и во втором, очень много разбирает именно вопросов практики христианской жизни. В послании к Римлянам была скорее теория, скорее богословие, но не случайно это, потому что Коринфяне – это община, которая была, собственно, Павлом основана, и он обладает здесь определенным авторитетом, он дает наставления своим, как бы сегодня мы это назвали, духовным детям, но, впрочем, он и называет себя их отцом. Итак, что касается мяса, принесенного идолом в жертву, да, нам известно, что все мы обладаем знанием, только знание кружит голову, а любовь созидает. Если кто думает, что обладает знанием, тот еще ничего не познал, как следует знать, но кто любит Бога, того знает Бог. Слово «знание» по-гречески «гносис» позднее станет, а, может быть, уже становится в это время, обозначением некоторого такого альтернативного христианства течения, гностицизма, в котором будет действительно знание на первом месте, в котором будет утверждаться, что вот есть люди, которые обладают особым знанием, что именно они и есть такие подлинно посвященные, и вот все надо делать так, как они скажут. Я очень огрубляю, но примерно так, там будут свои сложные интеллектуальные схемы, и Павел, может быть, спорит уже с зарождающимся этим течением, а, может быть, просто говорит Коринфянам, вот у вас там есть люди, которые все знают. Ну, хорошо, что они знают, но это знание только кружит им голову. А вот кто любит Бога, того познал Бог. Не важно, что ты знаешь, важно, знает ли Бог тебя. И слово «знать» здесь в разных, конечно, смыслах употребляется. Знать, как обладать информацией и знать, как быть лично знакомым и вступать в определенные отношения. Вот Бог с тобой вступил в эти отношения, тогда все хорошо. Причем же здесь мясо, принесенное идолом в жертву? В древнем мире, естественно, были языческие боги, и в те времена большинство людей-язычников. Коринф – один из городов с развитой культурой, а значит, и с развитой религией, языческой религией. Афродита, богиня любви, почитается там особенно. И, соответственно, ей и другим языческим божествам приносится в жертву мясо. Причем зачастую мясо не все там сжигается, обычно, но не все сжигается на алтаре. А то, что осталось, может продаваться, например, на рынке. И человек может купить такое идоложертвенное мясо, даже не догадываясь об этом. Ну, или христианин придет в гости к своему соседу-язычнику, и за столом у него съест такое мясо, или еще как-то произойдет. Но, в общем, там, где христиане живут вместе с язычниками, неизбежно, постоянно они оказываются в ситуации, когда стоящее перед ними на столе мясо может быть идоложертвенным. Можно ли есть такое мясо? Но вот кто-то говорит, он знает, как насчет этого распорядиться. Павел даже не уточняет, что именно. Интересно, что он не начинает отвечать сразу на вопрос, можно ли это мясо есть. Как правило, да, вот сегодня любимая тематика православных всяких СМИ, вопросы батюшки «можно-нельзя», и батюшка отвечает «можно-нельзя», «нельзя-можно». Вот Павел не отвечает «можно-нельзя», он начинает разбирать вопрос по сути. Вы говорите, у вас есть какое-то знание. Знание не главное, главное – любить, любить Бога. Так вот, насчет мяса, принесенного в жертву. Нам известно, да, все-таки какое-то знание есть, нам известно, что идол в этом мире – ничто, и нет никакого иного Бога, кроме единого. То есть, символический жест принесения мяса в жертву ничего не означает, потому что этот идол ничего не значит сам по себе. Если есть так называемые боги на небе или на земле, а ведь немало таких богов и таких господ, между прочим, римский император – один из них, он по должности называется Господом и Богом, доминус и дивус аугустус, его латинские именования – доминус, то же самое, что и Господь, дивус аугустус, божественный август. Август, собственно, имя собственное, которое стало уже налицательным, как и Цезарь, да, Кесарь. Если и есть так называемые боги на земле или на небе, а ведь немало таких богов и таких господ, для нас един Бог-Отец, все от Него, и мы для Него, един Господь Иисус Христос, все Его посредством, и мы Его посредством. Ну, если так, то, собственно, идол в мире ничто, и не нужно Него обращать внимания. Но такое знание есть не у всех. Некоторые по внушению совести и по всю пору считают мясо, которое было пожертвовано идолам, идорской пищей. Когда они его изят, их совесть по немощи своей смущается. Обратим внимание, вновь, как и раньше, Павел говорит о сильных вере и немощных вере, и немощными оказываются как раз более строгие. Нам кажется, что человек, который строже соблюдает все правила, который от чего-то отказывается, который изнуряет себя постом, воздерживается от мясной пищи, он, наверное, сильнее верит, чем тот, который на все на это не обращает большого внимания. А для Павла скорее наоборот, потому что слабая вера нуждается во внешних подпорках. И вот эти внешние аскетические действия такими подпорками и служат. Так вот, у них слабая совесть, совесть, которая не выдерживает вот этого самого мяса. Пища не приближает нас к Богу. Если станем есть, ничего не приобретем, и если не станем, ничего не лишимся. Но смотрите, чтобы ваша независимость не послужила к падению немощных. Если кто-то увидит, как ты, обладая знанием, приступаешь к трапезе в языческом святилище, этот человек, если он немощен, получит удостоверение для своей совести. Есть принесенное в жертву идолам можно. То есть ситуация очень простая. Идол – ничто. Все, что принесено идолам, может рассматриваться как такое же мясо, как и все остальное. Но для тебя это так. Ты воспринимаешь это все, скажем так, более верно. А кто-то менее верно воспринимает. До него идол – это реальная альтернатива Богу. Вот такому человеку, не подавая повода говорить, а это не важно, что идол, что Христос, все одно и то же. Он, увидев, как ты ешь мясо, возможно, из числа того, которое принесено в жертву идолам, скажет, что можно поклоняться идолам. Вот ему ты подашь повод для сомнений. Поэтому ради него лучше воздержаться. Но только ради него, а не потому, что это мясо само по себе нечистое. Вот, собственно говоря, общий принцип. Для христианин все чисто. Но какие-то его действия служат смущению других людей. Так твое знание погубит немощного брата, а ведь за него умер Христос. Вы, согрешая против братьев, уязвляя их немощную совесть, грешите против Христа. Если пища соблажняет брата моего, лучше мне вовек не есть мясо, чтобы не соблазнить брата. Ну, есть, кстати, христиане, например, адвентисты, многие не едят мясо, руководствуясь именно этими строками. Лучше мне вовек не есть мясо, чтобы не соблазнить брата. Но это, конечно, не запрет не есть мясо, это некая риторическая конструкция. Вот, ты имеешь право что-то сделать? Да, конечно. Все мне позволено, но не все полезно, говорит Павел в этом же послании. Выше мы читали это. Так вот, бывает так, что полезно даже мне, или, по крайней мере, не вредит, но вредит другому. И тогда тоже от этого надо отказаться. То есть, вопрос, можно или нельзя, Павел как будто решает раз и навсегда следующим образом. Можно, все. А вот полезно ли, надо смотреть, исходя из конкретной ситуации. И может быть, даже полезно тебе самому, но если ты кого-то этим введешь в соблазн, если кто-то из этого сделает неверный вывод, лучше воздержись. Лучше лиши себя того, на что ты имеешь полное право. Потому что самое главное, это человек, потому что самое главное, это тот, за кого умер Христос. Вот, очень часто ставят эту логику в другую какую-то перспективу. Говорят, человек ничтожен перед Богом, а как Бог за него умер? Значит, не так уж и ничтожен. Значит, важно почему-то Богу было, чтобы люди восприняли его вот так, как его воспринимают, скажем, ненемощные верес, ненемощные совести. Ну, а у кого это пока не получается, тем надо пойти навстречу только и всего.